Сегодня с утра, когда проснулся, зашел на твич и случайно напоролся на парня, которого смотрит буквально 10 зрителей, и он играет за ферал друида с БМ-охотником. Посмотрел, как он играет на 1100 рейтинга, сливается с этапом вроде мага-ханта, ханта-разбойника, мага-мага. Увидел в целом, как он играет, не лосает за ферала, а за колоннами, не использует циклоны, не использует корни, не делает решифты практически, и понял, что я играю, кажется, лучше. Однако, здравствуйте! Как вы, наверное, знаете, одна из самых важных тем, которая чаще всего поднималась в комментариях за прошедшие пару дней, это выбор сервера, а если точнее сервер, на который я буду врываться в Burning Crusade Classic. Тема довольно важная, ведь, как оказалось, довольно значительная часть зрителей хочет тоже со мной побегать, и мне, безусловно, это приятно, а поэтому в сегодняшнем ролике мы как раз ее и обсудим. Так что не будем затягивать вступление, 30 секунд спонсору на его слово, и переходим к нашей теме. Субтитры сделал DimaTorzok Классик, были перспективы поиграть на сезоне Мастерства, но, как мне кажется, если я задержусь там надолго, то в итоге моего персонажа перенесут на старую классику, на которой делать будет нечего. И поэтому, конечно, логичнее будет пойти на тот самый Burning Crusade, где в перспективе выкатят Гнев Короля Лича. Вроде как, по слухам, он должен выйти с августа по октябрь. Правда или неправда, ребят, не знаю, но эта информация основана на таймлайне, проще говоря, на времени выхода контента. К августу-октябрю он должен закончиться, и разработчики должны, как бы, уже начать выкатывать при патче и, собственно, сам Гнев Короля Лича. Так это или нет, не знаю. Тем не менее, я знаю другое. Я знаю, что я большой любитель поврываться на запуске дополнений и попытаться взять сервер First по прокачке, а также в очередной раз козырнуть скоростью прокачки среди блогеров. И, собственно говоря, Гнев Короля Лича дает мне такую возможность. Ведь Гнев Короля Лича это то самое дополнение, когда я первый раз в жизни подумал насчет того, что было бы неплохо ворваться и попробовать взять какое-нибудь крутое достижение, вроде первое на сервере. К слову, в оригинальном Гневе Короля Лича у меня из этого ровным счетом ничего не вышло, потому что в быстрой прокачке я тогда вообще не смыслил. И думал, что быстрая прокачка это когда ты качаешься за реестр друида с талантами на ферала. Имеется ввиду талант, который дает вам дополнительную энергию и ярость, когда вы входите в форму кошечки или медведя. Однако, оказывается, что быстрая прокачка это гораздо более сложная тема, и вот уже спустя много-много лет я решил снова попробовать себя в этом направлении. Именно поэтому я возвращаюсь в Burning Crusade, а также я возвращаюсь в него еще и потому, что один из моих постоянных спонсоров решил мне проплатить, собственно говоря, пребывание в Burning Crusade, от чего я, разумеется, отказаться не могу. Как говорится, блогера вашего купили, продался, продался, каюсь, каюсь, увы, сижу на чемоданах. Итак, среди моих зрителей наверняка сейчас есть те, кто уже, собственно говоря, жаждет услышать ответ, на какой же сервер мы, собственно говоря, идем. И ответ, как мне кажется, очевиден. Выбор в целом, на самом деле, не очень большой. Есть вариант пойти либо на англоязычные сервера и попробовать поиграть на каком-нибудь Genesee или FireMao, либо пойти, грубо говоря, на русскоязычные сервера и взорваться на пламя гора. На англоязычные сервера идти смысла нет. Я подчекал Ironforge, и судя по тому, что я увидел, на том же самом Genesee делать нечего. Там одна Орда, Альянс весь выбили, и я так понимаю, Альянс там закончился приблизительно тогда же, когда я ушел с Burning Crusade в New World. Это было где-то плюс-минус и в июле, и я, как понимаю, тогда народ начал оттуда ливать. На FireMao ситуация схожая, но там тоже с балансом беда и опять-таки в пользу Орды. А, соответственно, ловить там нечего. Идти маленькой какой-то коммуной, типа там собрать зрителей, человек там 20-30, и пойти своим маленьким коллективчиком, попытаться навести там делов, это какая-то очень сомнительная идея, тем более, что я не планирую создавать гильдию или как-то ей руководить. Вернее, я подумываю насчет создания гильдии, но не совсем я подумываю, а человек, с которым я буду качаться, подумывать на эту тему. А я как бы могу ему в этом немножечко помочь, так как я медийная личность, и все-таки вы все равно будете меня смотреть, а поэтому технически можно вступить. Но я не буду ни офицером, ни руководителем, никак за происходящее отвечать я не буду, это сразу я говорю. Соответственно, так у нас отпадают англоязычные сервера, и единственное, что у нас остается, это, собственно говоря, русскоязычный сервер Пламегор. Опять-таки, если верить Айрон Форжу, можно было бы, конечно, пойти на какой-нибудь Хроме или Рок Деллар, но делать там нечего, эти сервера практически мертвы. На Хроме дела справедливости ради очень даже неплохи, там прям онлайн бьет ключом. Наверное, это как-то связано с тем, что там огромное количество сильных ПВЕ гильдий, но на Рок Делларе, Змеи Талаки и Вестники Рока вообще страшнейшее затишье, и вот туда ужасоваться точно я не буду. Сила того, что я не стесняюсь умирать в открытом мире, а умирать я, скорее всего, буду очень много, долго и мучительно, потому что преданных хейтеров у меня в World of Warcraft довольно много, то выбор остается всего один, это Пламегор. Будем врываться, ребята, на Пламегор в Burning Crusade классе, когда, собственно говоря, в мои планы входит этот самый врыв. Врываться, ребятушки, мы будем с понедельника, с 21 февраля и непосредственно по 14 марта. В течение этого довольно продолжительного периода времени у меня на каналах в социальных сетях будет происходить большой розыгрыш призов на 50 тысяч российских рублей. Я уже о нем рассказывал, если вам интересно, вы можете посмотреть об этом отдельный ролик, он есть на канале, вот буквально несколько дней назад. Соответственно, для того, чтобы максимальное количество зрителей узнало об этом розыгрыше, смогло в нем принять участие, заработать какие-то призы, заработать для себя какие-то бонусы, я буду уделять максимум времени контенту и непосредственно стримам, потому что именно на стримах на моем Twitch-канале будет разыгрываться большая часть призов. Порядка 30 тысяч рублей будет разыграно именно там. А, соответственно, наши трансляции будут идти с 10 утра до 10 вечера каждый будний день в течение следующих трех недель. Возможно, как-то планы немножечко изменятся, и в какой-то день мы, например, постримим до 8 вечера, потому что я могу тоже устать. Однако, пока что план следующий. Три недели, все будние дни, с 10 утра до 10 вечера. В течение этого времени мы будем качать нового персонажа, потому что мой напарник, к сожалению, первый раз играет в World of Warcraft. Вернее, не первый, но опыта у него мало, поэтому он будет выкачивать персонажа с нуля, и чтобы ему не было так одиноко, я буду качаться, собственно говоря, с ним вместе. Кроме этого, вы, кстати, сможете увидеть уникальную ситуацию, потому что мой напарник в World of Warcraft практически не разбирается, а он, между прочим, входит в нашу команду для будущего спидрана на релизе Гнева Короля Лича. И поэтому вы фактически сможете на прямых трансляциях увидеть становление человека. Как, скажем так, из овоща создают конфетку, которая сможет спидранить на релизе Гнева Короля Лича на уровне топовых игроков с топовой скиллухой и топовыми вложениями. У меня уже такой опыт есть, проворачивал до этого на паладине и на магии, и, как вы помните, результаты неплохие. Топ-7 игрок Альянса на Пламегории, это всё-таки хороший результат. Что входит в мою культурную программу? Для начала я, наверное, выкачу себе нового персонажа и завершу на этом прокачку. После этого мы начнём с вами планомерно осваивать арену. Без арены, ребята, никуда. Не знаю, как насчёт пвп-экипировки с Хонором, что делать. Всё-таки фармить его долго и нудно, но, наверное, тоже его пофармим. И параллельно будем заглядывать в рейды, потому что хотелось бы ещё раз пробежаться по Каражану, сходить всё-таки на Груляна Магеридона, а также заскочить в актуальные ТК и ССК, сделать в них оттюны и перекочевать в чёрный храм с Хиджалом. В чёрном храме и Хиджале, ребята, нам нужно будет через Голдбит систему приобрести себе Т6, потому что я буду врываться на Варлок и одевать у меня его нет никакого желания. И, соответственно, пойдём через Голдбит и пытаться поймать Т6 экипировочку. Будем пытаться поймать себе хороший випон и хороший нонсет, с которым уже, собственно говоря, на релизе Гнева Королевича будем зарываться в спидран. Параллельно будем точно так же по Голдбиту одевать моего напарника, чтобы он тоже мог выдавать какой-то более-менее адекватный навык в игре. И параллельно попробуем его ещё аренки поучить. Глядишь, что-нибудь толковое выйдет, может быть, полторашку возьмём. О да. Есть ли у меня какие-то культурные предложения для зрителей? Здесь на самом деле зависит от вас. Я знаю, что у меня есть огромное количество зрителей, которые, как и я, ушли примерно полгода назад из World of Warcraft и не горят желанием возвращаться обратно. Честно говоря, положа руку на сердце, я тоже не горю сильным желанием возвращаться обратно, но финансовая составляющая есть финансовая составляющая. Да и стримить, повторюсь, сейчас, в общем-то, нечего. А тут такой классный ивент с огромным розыгрышем. Почему бы не провести всё-таки? Всё для вас. Так вот, есть же часть зрителей, которые так же, как и я, ушли из World of Warcraft, есть часть зрителей, которые начали смотреть меня уже после того, как я пришёл в New World и которые смотрят меня до сих пор, независимо от того, какой контент я выпускаю, и он им интересен. Так вот, уважаемые зрители, как вы относитесь к тому, чтобы пойти поиграть в Burning Crusade? Я понимаю, что 90% из вас, скорее всего, подумает сейчас над этим и скажет, что идейка, в общем-то, неплохая. Всего 650 рубасов за подписочку, и можно побегать с чихом. Правда, 95% из вас отвалится уже на пятом уровне, но, тем не менее, вот оставшиеся 5%, вы как к этому относитесь? Я думаю, ребята, что это, в принципе, неплохая идея, мы можем взорваться, вместе покуролесить. Не уверен, что я буду заниматься чем-то прям очень полезным, но, возможно, мы сможем вместе походить в данжики на стадии прокачки. Репку вместе пофармим, может быть, даже в какой-нибудь рейд сходим. Я, кстати, могу поэрелить, просто по приколу. Знаете, у меня есть правило, я никогда не стримлю, как я эрелю. Так вот, мне кажется, что можно это правило будет один разочек скипнуть, если у нас соберётся статик из зрителей. Прикиньте, зрительский статик. Звучит довольно жутко, не правда ли? В общем, я к чему. Ну, уважаемые зрители, если вдруг захотите тоже ворваться в Берни Круссет Классик, ищите меня на Пламегоре, кстати говоря, за Альянс. Очень хотелось бы пойти за Орду, честно, я недавно переслушал музыку из Дуротара. У меня прям потекла скупая слеза, плюс эти ролики с ностальгией, как мы там за Орду месились на алтерике, вот это вот всё. Меня прям подмывает стартануть за Орду, но, к сожалению, девчонки, с которыми я буду врываться на релизе Лич Кинга, играют за Альянс. И, к сожалению, персонажи у них одеты в топ-гир как раз за Альянс, и поэтому я не смогу, к сожалению, пойти за Орду. Поэтому, ребятки, кто хотел со мной врываться за Орду, или кто просто играет за Орду, простите меня, пожалуйста, я надеюсь, я вас не сильно разочаровал. Так вот, если что, ловить меня можно на Пламегоре за фракцию Альянс, я буду рад, наверное, видеть всех своих зрителей. Независимо от того, за какой класс вы играете, независимо от того, за какую расу вы играете, независимо от того, умеете вы играть в конце концов или нет. Кстати говоря, да, если вы не умеете играть в World of Warcraft, и вы стесняетесь этого, то можете тоже, кстати, залететь за компанию. У меня есть еще и Дискорд по ссылке в описании, в котором, кстати, тоже будут вестись розыгрыши. В нем есть разделчик по World of Warcraft, и я с радостью там отвечу на любые ваши вопросы, так что, если что, можете, в принципе, присоединяться. Вот, собственно говоря, и вся тема по врыву, которую я хотел бы вам предложить. Возможно, кому-то из вас она будет интересна. Так или иначе, если будете играть, то обязательно залетайте на стрим в понедельник, 21 числа, с 10 утра до 10 вечера в любое время. И залетайте обязательно в Дискорд, потому что в чатике пообщаться, как вы понимаете, с перспективными будущими зрителями и напарниками для подземелья хотелось бы. Дополнительно отмечу, что мое спонсорство, которое мне, собственно говоря, оплатили для возвращения в World of Warcraft, подразумевает, что я в целом могу выбирать, где и как я хочу играть. То есть, в целом, я не исключаю того, что мы заглянем одним глазком на сезон мастерства, посмотрим, может быть, что там интересного. И, разумеется, я не исключаю того, что мы, возможно, пощупаем какие-то приватные проекты. Сразу скажу, это будет не в целях рекламы, и маловероятно, что это произойдет, потому что Blizzard все еще блокируют за стриминг пиратского контента, но шанс такой в теории есть. Если особенно эта тема вам будет интересна, то можно будет ее пощупать, знаете ли, поностальгировать. Я слышал, что там есть какие-то полуживые сервера по ванилле, на которых вроде там есть онлайн под 500 человек, недавно буквально выпускал один из моих коллег ролик на эту тему, и, может быть, на какой-то тоже заглянем галочки ради. Но пока что основная наша программа, ребяточки, это Burning Crusade Classic, это Alliance, это Plamegor, это прокачка персонажа с 1 по 70, потом репка, рейды, сбор экипировки, и на фоне батлграунды с ареной просто по приколу. Как мне кажется, вопрос исчерпан, поэтому, с вашего позволения, я сей подкаст буду потихонечку заканчивать. В отличие от прошлых, он получился довольно маленький и необъемный, не было цели сегодня рассказывать вам какую-то интересную историю, была цель ввести вас в курс дела о том, чем я планирую заниматься в ближайшие 3 недели. Также напомнить вам о розыгрышах, которые как раз, кстати, стартуют завтра, с понедельника, поэтому обязательно посмотрите ролик, ребят, не пропускайте, уже в понедельник начнутся первые головокружительные розыгрыши. И, собственно говоря, на этом всё. Если информация была вам полезна или даже бесполезна, всё равно поставьте этому ролику Шрека, не стесняйтесь, это дело полезное, это дело благое. Кроме этого, не забывайте написать в комментариях, планируете ли вы поиграть в Burning Crusade, или будете просто смотреть, или вам ни то, ни другое неинтересно, или вы вообще проездом по кликбейту заскочили на сей канал. И нажимайте на подписку, если до сих пор не подписаны, потому что ваша подписка это а. требования для участия в розыгрышах, б. мне просто приятно, когда вы нажимаете на подписку. Вам вроде как не сложно, а мне прям вот очень-очень приятно, потому что хочется всё-таки когда-нибудь увидеть 100 тысяч подписчиков и получить, так сказать, красивую кнопку от YouTube. На этом, в общем-то, всё. Пойду готовить ролики на следующую неделю, потому что, ребята, как вы понимаете, времени на следующую неделю у меня совсем на создание роликов не будет, поэтому нужно доделать их заранее. А посему, ребятки, я откланиваюсь. Спасибо, что досмотрели. Всем пока! Пока!